Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Лилин, и это мой цикл передач о мире и Европе. И сегодня я вам расскажу об одном из самых распространенных, самых закоренелых, ну и, я думаю, самых ограниченных предрассудков, которые существуют в западном мире по отношению к России и к жителям России, и к бывшему Советскому Союзу, ну и к жителям всего бывшего Советского Союза. Как вы знаете, к сожалению, ввиду того, что после Второй мировой войны западное общество, оно было отрезано железным занавесом от Советского Союза, и в этом не нужно винить только советское руководство, коммунистическую партию, потому что они, конечно, ответственны за многие ошибки, и это как бы можно обсудить в отдельном видео, но это объективная реальность, подтвержденная фактами. Но в любой истории не бывает так, что только кто-то один, вот одна сторона ответственна и виновна во всем, в то время как другая сторона, она такая хорошая, замечательная, пушистая, доброжелательная, хочет только мира, и в итоге получается, что оказывается все время как бы в состоянии какой-то агрессии или еще каких-то нехороших ситуаций. Ну, так по отношению к России себя сегодня выстраивает Запад, то есть они считают, что они являются жертвами российской агрессии, хотя о какой агрессии идет речь совсем непонятно. Ну, если мы посмотрим на геополитическое расположение сил, то это ясно, что НАТО уже, грубо говоря, скоро будет ставить свои ракетные установки в туалете Кремля, вот, но при этом они заявляют, что они находятся в состоянии, в постоянном состоянии боязни, что Россия что-то предпримет против них, потому что Россия агрессивная страна, вот. И, естественно, в этих ситуациях нам становится ясно, что Запад уже сначала своих отношений с Советским Союзом после Второй мировой войны, я не буду говорить то, о чем произошло до этого, потому что история получится слишком длинной, но после Второй мировой войны у нас в мире, как мы знаем, образовались два огромных блока. Это блок НАТО, он был создан раньше, чем другие блоки, то есть это первый созданный блок, и он был создан как военная организация, которая должна противостоять Советскому Союзу. Советский Союз и Сталин в том числе, кстати, предлагал западным партнерам после того, как была выиграна Вторая мировая война, или по, как у нас ее называют в России, Великая Отечественная война, для нас это правильнее, для Запада, ну, этот термин, он не имеет такой роли, поэтому они об этой войне говорят как просто о Второй мировой войне. И когда была выиграна эта война, Сталин, он предложил западным партнерам создать военную коалицию, то есть сделать самую настоящую военную организацию, чтобы подкрепить договорами будущее содействия. Ну, как это было ясно, уже в течение последнего года Второй мировой войны Американцы, особенно и англичане, в частности, они уже понимали, что они будут действовать против Советского Союза в будущем, после того, как рухнет Третий Рейх, вот об этом даже заявляли напрямую некоторые представители этих стран. И при этом, как вы, наверное, помните, было даже очень интересное заявление американского генерала Маршала о том, нужно ли уничтожать нацистов. То есть он в определенный момент предложил, что, может быть, будет целесообразнее нацистов просто перетягивать на сторону Соединенных Штатов и постараться в будущем их использовать против Советского Союза в будущем столкновении между Западным миром и Советским Союзом. То есть это уже были реальные настроения в то время. Если мы еще посмотрим на то, как американцы и англичане на самом деле спасали нацистов, такие ситуации, как план Одесса, это спасение офицеров и военнослужащих СС, которых под прикрытием католической церкви перевозили в Латинскую Америку, особенно в Аргентину, по фиктивным документам, где они создали, в принципе, свое нацистское государство, которое просуществовало очень много, сотрудничали с ЦРУ и помогали Соединенным Штатам Америки поддерживать свой террористический контроль в странах Латинской Америки, которые во многих случаях пытались освободиться от капиталистической зависимости, от капиталистического строя. И в этом плане мы видели, что после окончания Второй мировой войны было ясно, что создаются два блока. Первыми создали НАТО, и потом русские создали Восточный блок. Вот это его называют блок Варшавского договора. С момента вот этого противостояния, прежде всего противостояния военного, но и в том числе идеологического, естественно, в западных странах начали распространяться ну такие довольно мощные пропагандистские течения, смысл которых был в том, чтобы как можно более эффективно дискредитировать Советский Союз, советскую культуру, достижения советской цивилизации, достижения советского строя, быт, культуру русских людей, советских людей, не только русских, в Советском Союзе, как мы знаем, находилось очень много разных народов, как их находится в принципе и в России, поэтому для нас, для русскоязычных, для русскоговорящих и тем более для тех, кто вышел из Советского Союза, понятие русский, это очень растяжимое понятие, мы не говорим об этносе, мы не говорим только о культурной принадлежности, мы говорим о своего рода понимании самих себя, как русских, внутри определенного мира, поэтому для нас русский мир, это прежде всего наше общество, наша способность мыслить, наша культура, и это не зависит от того, если человек относится к какому-то определенному этносу, то есть на самом деле быть русским, это значит являться частью русского мира по собственному пониманию, по собственной воле, и ты можешь при этом этнически быть, я не знаю, удмуртом, или карелом, или принадлежать к белорусам, к украинцам, к молдаванам, ты можешь при этом быть даже турком, например, у нас существует прекрасная национальность, замечательные люди, я их очень люблю и уважаю, это гагаузы, у меня было очень много людей в моей жизни, особенно в детстве и в юности, которые были из гагаузских семей, я с ними очень много общался, со многими продолжаю общаться, это очень чудесный, замечательный этнос, этнос, они являются частью, несомненно, русской культуры, сейчас, например, они на территории Молдавии, вместе со многими молдаванами, которые являются также частью русского мира, которые не хотят быть утащенными за волосы, вот под этот подкалпак НАТО, они борются в одном строю против вот этого, к сожалению, гнета, который, западного гнета, который принесла в Молдавию нынешний президент. И гагаузы это турки, гагаузы, они происходят от турок, и они остались после того, как Османская империя покинула Бессарабию, они при этом приняли христианство, но у них остались, например, турецкие фамилии, у них остались многие традиции, у них очень вкусная кухня, кулинария, и очень красивая культура, но они при этом русские люди, они читают русские книги, они читают русскую классику, они считают себя русскими, и даже сейчас, в данный момент, в зоне СВО у меня несколько есть друзей, которые выходят из гагаузских семей, они там сейчас сражаются за свободу русского мира на стороне российской армии, двое из них сражаются в батальоне добровольческом, а один из них, он в составе прямо русской армии, армии русской федерации, и очень чудесные люди, вот это вот такой пример, насколько может быть обширным русский мир, насколько он богат, и этого на Западе часто не понимают, они привыкли к разделению, у них Европа и территория западная, она всегда разделялась на части, то есть у них везде заборы, у них везде границы, у них повсюду какие-то ограничения по национальному признаку, это является частью их культуры, это не хорошо и не плохо, я их не критикую, я к ним не отношусь плохо, потому что европейцы это такая же обширная и богатая культура, которой нужно тоже понять и осознать, кто они такие, и уважать их за то, что они есть такие, какие они есть, естественно, когда они при этом не стараются уничтожить русскую культуру, когда они не относятся к нам агрессивно, но это не все европейцы такие, и поэтому, если мы говорим о самом отношении принципиальном Европы к России, вот то, что не могут понять европейцы, это почему Россия такая большая, почему она не разделена на суверенные государства, они-то разделены на суверенные государства, у них нет настоящей объединенной Европы, объединенная Европа, все попытки ее объединять, это всегда были тоталитарные попытки, которые заканчивались страшной войной и каким-то ужасным падением цивилизации, такое происходило много раз в европейской истории, ну вот последний раз это был Третий Рейх, когда мы говорим о Третьем Рейхе, почему-то всегда многие упоминают Германию, говорят, вот это нацистская Германия, фашисты, это Гитлер, вот это Третий Рейх, нет, на самом деле, дорогие друзья, Третий Рейх это была вся объединенная Европа, если мы посмотрим на страны, которые выделяли Третьему Рейху помощь военную, экономическую, которые находились под полным доминированием нацистской Германии, это были практически все страны настоящего Объединенного Европейского Союза, и там, ну, практически никто не спасается, кроме Сербии, вот, а все остальные, они отправляли свои войска на территорию Советского Союза, у нас были захватнические формирования с любой точки Европы, начиная от Италии, с юга Испании, и заканчивая северными странами, проходя через центр Европы, через Францию и так далее, и хотя сейчас эти страны, они заявляют, что они там боролись с нацистом, они празднуют какие-то там праздники по освобождению своих стран от нацизма, это, естественно, историческая лицемерие, потому что та же самая Франция, это была нацистская страна, вот, совершенно они не сопротивлялись Гитлеру, то, что там говорят про французских партизан, про какое-то сопротивление, которое где-то там в Англии находилось, это, конечно, был такой политический инструмент, а на самом деле, ну, самая вот настоящая глубинная Франция, она была на стороне Гитлера, если мы вспомним даже ту же самую, ту же самую дивизию СС Шарлемань, которая принимала участие непосредственно в войне против Советского Союза, и одна из последних защищала Берлин, когда уже все остальные дивизии и все остальные формирования там сдавались, отказывались, как бы, продолжать боевые действия, вот французы, они, нацистские такие были, у них убеждения, что они до самого конца стали защищать Берлин, и это часть истории, которую не нужно забывать. Поэтому, друзья, когда мы говорим об отношении к нам европейцев, мы должны помнить все эти странички истории, понимать это, и использовать их правильно, естественно, без какой-то инструментализации, без какой-то искаженной интерпретации, но нужно уважать объективную реальность, и история строится на фактах. Поэтому, когда мы говорим о том, что после Второй мировой войны блок НАТО, он включил в себя те силы, которые при Третьем Рейхе воевали против Советского Союза, это объективная реальность. То есть, блок НАТО, он состоял из многих формирований, даже сами представители, многие представители НАТО, они, на самом деле, являлись бывшими нацистами. И в этом плане, естественно, пропаганда антисоветская, антирусская, она очень сильно распространялась. Какая самая сильная пропагандистская волна, самый сильный пропагандистский аргумент, который существовал в то время, во время становления НАТО, во время начала Холодной войны, и который, к сожалению, до сих пор еще иногда упоминается пропагандистами НАТО, даже в наше время. Это легенда о том, что в Советском Союзе русские коммунисты, советские люди, ну или русские вообще по своей природе, они каннибалы, и они едят детей. У меня столкновение с этой пропагандистской риторикой произошло в первый раз, когда я в Италии встретился с группой интеллектуалов. Это была такая группа довольно-таки начитанных, умных людей. И мы с ними общались. Там не было представителей какой-то одной политической линии. В Италии обычно для них очень важно всегда выделить вот свое отношение к какой-то политической линии. В Италии очень распространено вот такое разделение между людьми. Они делят себя на сторонников футбольных команд, они делят себя на представителей каких-то регионов, они делят себя на представителей какой-то там политической партии. Для них это очень важно. У нас в России такого, например, нечасто можно встретить, когда люди общаются. Для меня не важно, если человек там болеет за какую-то футбольную команду или он каких-то придерживается политических взглядов. Для меня важно, чтобы это был интеллигентный человек, который меня уважает, и я буду к нему относиться с уважением независимо от того, каких он придерживается взглядов, за какую команду он болеет, или из какого региона России он приехал. Ну, в Италии немного по-другому. У них вот это, в принципе, не только итальянская культура, это западная культура. У них везде такое, даже в Германии. В Германии там очень важно, из какого региона ты приехал, если ты из юга, если ты из севера, если ты из какого-то региона рядом с Бельгией, или ты из центра Германии. Вот для них это обязательно нужно упомянуть. Вот, то же самое во Франции. Почему? Потому что я вам до этого объяснял, страна, страны сами по себе, и, собственно, на запад, они исходят из той культуры, где все основывается на уважении к частной собственности. Поэтому везде заборы, и поэтому везде какие-то границы, и поэтому нужно обязательно, вот, даже в историческом плане, объяснить, откуда ты приехал. Вот, и к тебе уже будет соответствующее отношение. У нас в России такого нет, я считаю, это неправильно так себя вести, правильно быть свободными. Человек должен представлять самого себя, свои идеи, свою культуру, и не важно, откуда ты приехал, ты можешь быть даже китайцем, но, если ты цитируешь Пушкина, и если ты любишь своим сердцем Россию, для меня ты русский, и я тебя буду уважать. У нас, например, Виктор Цой, человек, который был поэт, например, моего поколения, и моя юность связана с его творчеством, ну, кто из нас когда-нибудь упомянул бы, что Цой, он кореец? Кому это, какая разница была? Все пели его песни, все слушали его музыку, все проникались его стихами, его творчеством, и все его уважали за то, что он человек искусства, за то, что он очень тонкая личность, и не было интересно там его какое-то происхождение, ну, оно, может быть, кому-то было интересно, но оно было не важно, важно было, кто он такой, вот на Западе такого подхода нет, там, на Западе важно, откуда ты родом, поэтому когда вот я в этой группе людей оказался, там разные были люди разного происхождения, там были люди с юга Италии, были люди с севера Италии, это очень два разных полюса в Италии, обычно между ними такая историческая дискуссия, вот, северяне не любят южан, южане не любят северян, между ними, ну, такое недоверие, хотя я могу сказать, что они все заслуживают уважения, я, например, люблю и северян, и южан, у них у всех красивая культура, замечательные корни, они, каждый из них может чем-то гордиться, и я не понимаю до сих пор, почему они между собой враждуют, ну, я думаю, что это выгодно властям, разделяя влавство, это термин, который работает всегда, и, в общем, в этой компании я познакомился с некоторыми молодыми людьми, один из них довольно-таки серьезный, меня спросил, Николай, а ты когда-нибудь, ну, вот, в твоей жизни ты встречал вот эти случаи каннибализма, я, ну, был ошарашен, я ему сказал, говорю, почему я должен был встретить случаи каннибализма, в чем дело, я, ну, не путешествовал в какие-то дикие страны, я жил все время, как бы, либо в России, либо в Приднестровье, в Советском Союзе, я много путешествовал, когда был ребенком, вот, меня мой отец со собой таскал, и я, в принципе, много чего увидел, но, почему я в Советском Союзе должен был видеть каннибализм, я ему сказал, ну, как же, это, ну, об этом говорят, это уже исторический факт, что в России едят детей, в Советском Союзе ели детей, и сейчас в России едят детей, но я ему говорю, а как этот факт, где документы, какие-то доказательства, кто это, кто об этом говорит, он, ну, и он мне как-то сказал, ну, как, это все знают, это общепринятый уже, факт, об этом много говорили, и это, как бы, объективная реальность, почему ты не соглашаешься со мной, и он как бы, даже как будто бы, вот, он ко мне так отнесся, как будто бы, я не хочу согласиться с какой-то истиной, потому что мне стыдно с ней согласиться, потому что я вот такой каннибал, я приехал из страны каннибалов, где едят детей, а он вот такой цивилизованный человек, он мне вот задал такой неудобный вопрос, и я вот не хочу этот вопрос обсуждать, но я как-то, я ему тогда сказал так, я ему говорю, ты знаешь, ты мне задаешь вопрос, на который я не могу ответить, по одной простой причине, у меня сейчас нет достаточно документов, чтобы дискутировать с тобой по этому поводу, я не знаю, я не понимаю, на основе чего ты вдруг решил, что в России едят детей, я говорю, давай я попытаюсь как-то ознакомиться с фактами, о которых ты говоришь, и когда мне будет понятно, мы с тобой потом встретимся и обсудим это дело, ну я начал искать эти факты, я их нашел, на самом деле в Италии это, не только в Италии, это и во Франции, и в Германии, эта пропаганда проводилась особенно в 50-е годы, 50-е, 60-е годы, рассказывали, это все зарождалось в католических школах, то есть католические священники, которые обучали детей в католических школах, вот они детям рассказывали, даже зачитывали какие-то фальшивые новости, что вот где-то там, в Советском Союзе, в таком-то городе, мама приготовила, на обед сына, вот они все съели, всей семьей съели вот ребенка, потому что там вот так вот принято, есть детей, у них значит, такое вот каннибальное общество, вот это вот такие плохие, злые коммунисты, едят детей, и это все объяснялось тем, что у коммунистов, значит, очень плохая ситуация с обеспечением продуктовым, мало продуктов, мало еды, естественно, они едят друг друга, вот я нашел много таких подобных статей, многие из них, естественно, самими же авторами, как бы трактовались, как уже какая-то шутка, потому что я думаю, что немногие верили реально в эти истории, но часть общества, она в них верила, и на этом основывала свои идеи, о Советском Союзе и о России, это, конечно, для меня была шоковая такая ситуация, я не думал, что в западном обществе взрослые люди, реально люди читающие, люди, которые читают литературу, у которых есть какая-то линия своя интеллектуальная, они могут на самом деле верить в этот идиотизм, и нужно сказать, что я на протяжении всего своего времени, которое я находился в Италии, и когда вот мне сейчас, я хоть уже уехал из Италии, я живу сейчас на Ближнем Востоке, ну, когда я возвращаюсь в Италию, мне часто случается общаться с людьми, если вот заходит разговор о какой-то пропаганде, о каких-то деталях, я им всегда говорю, ребята, прежде чем начинать рассказывать мне о том, насколько страшная пропаганда в России, я говорю, я хочу вам напомнить, что вы являетесь частью страны, частью ситуации, частью того мира, где люди реально верят, и часть людей реально верит в то, что в Советском Союзе и в России употребляют в пищу детей, вот, это такая, как бы уже, ну, что ли, пропагандистская доктрина, которая использовалась в 50-е годы, чтобы испугать итальянцев коммунистами, чтобы рассказать итальянцам, насколько страшен коммунистический строй, потому что риск в Италии, риск того, что итальянские коммунисты, а я вам напомню, что итальянская коммунистическая партия, это была одна из самых крупных партий коммунистических в поствоенной Европе, и ее реально здесь боялись, особенно боялись англосаксонские олигархи, которые Италию превратили в самую настоящую военную базу, на территории Италии до сих пор 140 военных баз, 20 с лишним, из которых секретные, то есть, мы, итальянские граждане, мы не знаем, что происходит в этих базах, поэтому, когда кто-то вам говорит о том, что в Европе, в Италии есть огромная свобода, это все неправда, есть, конечно, какие-то свободы, гражданские, но в плане независимости и в плане конституциональной свободы, естественно, Италия, это не свободная страна, это страна, которая до сих пор является захваченной военным режимом Соединенных Штатов Америки, которые, и Англии, которые находятся на ее территории посредством вот этой структуры НАТО, против которой никто ничего не может сделать, если итальянцы захотят выйти из нее даже завтра, они не смогут это сделать, их просто уничтожат физически, как это уже было много раз в истории Италии, когда какие-то смелые политики пытались вектор страны развернуть от рабского служения Америки на какую-то политику более свободную и независимую от американского давления, этих политиков сразу же уничтожали. Вот два примера, это Энрико Маттеи, знаменитый итальянский предприниматель и политик, который был убит, его взорвали в собственном самолете, и Альдо Мор это знаменитый политик итальянский, который тоже был убит из-за того, что он предлагал такой курс политический, который не нравился Соединенным Штатам Америки и это только два таких пример, но есть многие кроме этих людей, которые были уничтожены физически на территории Италии. Поэтому, дорогие друзья, нужно понимать и эти контексты, когда мы говорим о западном мире, о том, как западный мир относится к России, о каких-то предрассудках по отношению к нам, эти предрассудки не рождены по причине злобы или какого-то неправильного отношения западных людей к русскому миру. Многие люди на западе любят русский мир, любят русскую культуру, они являются искренними друзьями русского мира, и они очень больно воспринимают то, что сейчас происходит и продолжают поддерживать Россию, продолжают поддерживать ее президента, продолжают поддерживать ее народ в борьбе за собственную независимость от англосаксонского агрессивного доминирования. Но эти люди живут в социальной среде, мы должны это понимать, которая является средой, порабощенной тем англосаксонским олигархическим режимом. и поэтому здесь мы сталкиваемся по в принципе натуральным причинам с очень ужасной пропагандой антирусской, и поэтому нужно понимать эти вещи, понимать людей, которые живут в этом обществе. Они не все, они плохие, и многие итальянцы, многие европейцы, немцы, французы, испанцы, это прекрасные, чудесные люди, с которыми можно общаться, которые не разделяют пропагандистские предрассудки. Но эти предрассудки есть, существуют, и есть часть европейцев, которые в них верят, которые их распространяют, и естественно эти предрассудки, они как в ситуации со всеми предрассудками, дорогие друзья, вы должны понимать, что они разрушают прежде всего тех людей, которые их распространяют, потому что любой предрассудок это ну такой шаг к сближению с идиотизмом, вот с ограничением собственного умственного развития, то есть если мы какую-то сложную ситуацию, вместо того, чтобы ее углубить и понять, и анализировать, мы ее утрируем и превращаем в какую-то пропагандистскую, извините меня, ветошь, то эта ситуация, она в итоге бьет по нам самим, по нашему умственному развитию. Я вам напомню очень интересную, очень интересную фразу, которую Фауст и Гетте в определенный момент произносит Фауст, дьявол. Он сам себя олицетворяет, как тот, который упрощает сложные вопросы. То есть он Фаусту объясняет в определенный момент, что я тот, который упрощает все сложное. Вот это очень важный момент. Гетте нам передал очень важную сущность дьявола. Дьявол это тот, который утрирует, тот, который все рассказывает коротко, тот, который не хочет углубить. И мы сейчас живем в мире сатанинском, если мы смотрим даже на самые процессы общения между людьми. Посмотрите на тот же самый экс-твиттер, сейчас он называется Икс. Вам дают возможность выразить свое собственное мнение, но вас ограничивают в словах. Это очень страшное ограничение, потому что многие концепции в нашем мире они так устроены, что необходимо время, пространство и самое главное интеллектуальное напряжение, чтобы их как-то углубить и понять. Невозможно в 100 словах объяснить какие-то серьезные ситуации. А мы живем сейчас в мире, где все это предлагается на каждом углу, грубо говоря. Зачем усложнять, зачем читать книгу, если можно быстренько ее утрированную версию где-то там посмотреть в интернете. Зачем углубить какой-то процесс, если можно подписаться на какого-то псевдоаналитика, псевдоспециалиста, который за 5 минут вам набросает какой-то отсебячины и в итоге у вас будет представление, что вы что-то узнали, а на самом деле вас просто обвели вокруг пальца и вы стали жертвой какой-то пропаганды. Поэтому, дорогие друзья, чтобы не вестись на всю эту пропаганду, на все эти утрированные ситуации, вы должны помнить, что дьявол, сатана или то, что мы представляем, как это структура зла, первое, что они делают, самое первое, что исходит от зла, это упрощение сложных вопросов. Философия и то, что зародилось, вот этот прекрасный цветок мысли, который зародился, не только мысль, это была не мысль, это было ну такое соцветие понимания мира, изучения мира, мысли, созерцания интеллектуального развития, вот все, что родилось в Греции, в античной Греции, вот этот прекрасный цветок, сейчас он деградирует и он уничтожается, он уничтожается, потому что те силы, которые хотят создать новый мир, мир трансгуманитарный, это трансгуманезима, вот они идут к тому, чтобы не дать людям возможность понять сложные вопросы, все должно упрощаться и мы должны с этим бороться, дорогие друзья, и вы, если хотите понимать вещи, вы должны читать книги, углублять вопросы и стараться не поддаваться вот такой пропаганде, которую я вам рассказал сегодня, где вам рассказывают, что в какой-то стране есть каннибалы, которые едят людей или там еще какие-то идиотские совершенно рассказывают вещи, старайтесь избегать этого и будьте бдительны, будьте всегда в состоянии полного ментального созерцания, это самое главное, быть способными в любой момент вашей жизни подвергнуть серьезному анализу любую ситуацию. Друзья, спасибо вам за внимание, я вас крепко обнимаю, я прошу вас, если вам понравилось это видео, подписаться на мой канал, и если у вас есть возможность, если вам интересно, распространите это видео среди ваших русскоговорящих друзей, и я буду каждый день в 8 часов вечера по московскому времени публиковать на моем канале видео на русском языке для моих русскоговорящих подписчиков на различные тематики, вот, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то темы, пишите мне, и я буду для вас стараться их каким-то образом озвучить. Спасибо большое, спасибо за внимание, всего вам доброго.